Здравствуйте, уважаемые зрители! Игровые клубы, букмекерские конторы, онлайн-казино – эти слова в последнее время снова стали популярными в нашем информационном пространстве. Хотя почему стали? Эта тема, вернее проблема, была всегда актуальной, и она никуда не уходила с повестки дня. Наверное, у каждого из нас есть знакомые или родственники, кто играл или играет. Может, вы и сами этим грешите. Ну, кому-то везет, но таких людей очень мало, в основном же все проигрывают, причем немалые суммы. Буквально сегодня в редакции, когда я сказал, что буду говорить об этой теме, на меня посыпались вопросы. А ты играешь? Сколько денег ставил? На кого ставишь? Сколько выиграл? Сколько проиграл? И так далее. И у всех, и у всех были удивленные лица, когда я говорил, что вообще никогда не играл и ни на что не ставил. Как никогда? – спрашивали коллеги. Я просто не азартен. Мне никогда не везло даже в обычные лотереи, поэтому игровые клубы и букмекерские конторы я всегда обхожу стороной. Об этой теме в последнее время говорят много. Вот недавно появилась петиция о закрытии всех этих азартных сайтов и контор. Ее уже подписали несколько десятков тысяч человек. Затем в сети появилось резонансное видео, где житель Бейнеу сжигает лото-клуб, при этом комментирует свои действия. В общем, эта проблема приобретает национальный масштаб. И ужаснуться есть от чего. По некоторым данным, в Казахстане количество игроманов насчитывает порядка 350 тысяч, и большинство из них – это подростки. Средний размер долга игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге. К тому же 7 из 10 опрошенных женщин признались, что подать на развод они были вынуждены из-за лудомании супругов. Да, кстати, игровая зависимость имеет официальное название – это лудомания. Я и сам отец двоих детей, и, признаться честно, я очень боюсь, как бы они ни подсели на все эти ставки и игры. А как их оградишь от этого? Ведь куда ни глянь, реклама букмекерских контор буквально везде – на заборах, домах, в телевизоре, интернете. Практически все большие спортивные мероприятия проводятся при спонсорской поддержке онлайн-казино или букмекеров. Их название знает каждый ребенок. И, естественно, хотят они этого или нет, но они подсознательно будут тянуться к этому – поиграть, сделать ставки, выиграть или проиграть, а потом и вовсе втянутся. И пиши пропало. Вот была у нас крупнейшая букмекерская контора под названием «Олимп». Пару лет назад вроде за нее взялись, завели уголовные дела по неуплате налогов, у нее отобрали лицензию, и вроде все шло к тому, что она закроется. И вы думаете, она исчезла? Ни в коем случае. Она просто поменяла название на «Олимп Бет», продолжает свою деятельность и даже стала главным спонсором казахстанской футбольной лиги. Вот такие у нас непотопляемые азартные конторы. И вроде государство борется с этим злом, а это действительно зло, иначе и не скажешь. Был принят закон, по которому все букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территорию существующих игорных зон. А я напомню, таких зон у нас две. Одна в Копчегае, а другая в Щучинске. Ну и все. Но все же в каждом городе, в каждом районе и даже в селе имеются игровые автоматы, клубы и казино. Где-то они подпольные, а где-то официальные. К примеру, только за первый квартал прошлого года по незаконному игорному бизнесу было возбуждено 50 уголовных дел. Это по незаконным. А ведь есть еще и вполне законные, к примеру, лото-клубы, которым государство выдало лицензию. И они работают вполне официально. И, кстати, именно такой лото-клуб и был сожжен в Бейнеу. Удивительная позиция у нашего государства. Одной рукой запрещать, а другой тут же разрешать. Ведь такого быть не должно, если запрещать, то всех. А иначе зачем вообще браться за это? И пока наши госорганы не могут определиться, что же делать с этим бизнесом, а ведь это большой бизнес с многомиллиардным оборотом, наша молодежь и дальше будет страдать от всех этих зависимостей. Нарко, алко и теперь вот игра.